Всем привет! Вы смотрите студенческие новости Универ Ньюс в студии Анны Глазунова. Я расскажу вам о самых интересных новостях из жизни Казанского Федерального Университета. Итак, сегодня вы увидите. День знаний торжественно отметили лицей Казанского Федерального Университета. Коротко о главных событиях КФУ знаете из нашего обзора. С 9 по 15 сентября пройдет заселение нагородних студентов в общежитии КФУ. Ректор Казанского Федерального Университета Ильшат Гафуров находится с визитом в Таджикистане. Насыщенная программа визита рассчитана на 5 дней с 30 августа по 3 сентября. В программу визита в Республику Таджикистан включены посещения посольства Российской Федерации в Таджикистане, встреча с министром образования и науки Республики Таджикистан, министром здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан, ректорами вузов Таджикистана, а также представителями высших учебных заведений Худжанда. На встречах обсуждались вопросы, связанные с развитием сотрудничества между КФУ и научно-образовательными центрами Таджикистана. Говорилось о присутствии российских вузов в Центрально-Азиатском регионе в связи со стратегической значимостью развития подобного взаимодействия. Поднималась тема развития сотрудничества с университетской клиникой КФУ в области предоставления медицинской помощи, которую Таджикистан оказать не может. А теперь к другим новостям. В костюмах, белых блузках и сарафанах, держа в руках букет цветов, стоят на линейке они – ученики. День знаний отметили в лице имени Николая Лобачевского и IT-лицее Казанского федерального университета. По этому случаю состоялась торжественная линейка и праздничный концерт. Обо всех подробностях в сюжете прямо сейчас. 1 сентября прошла торжественная линейка в концертном зале уникса КФУ. День знаний состоялся для лицея имени Николая Лобачевского. Каждый учебный год на другой не похож. Хотя в нашем лицее есть традиции, которые из года в год, казалось бы, повторяются. Мы их сохраняем, мы их развиваем. Ценности в нашем лицее остаются постоянными. Мы делаем все, чтобы в нашем лицее дети чувствовали себя с одной стороны как дома, а с другой стороны как в храме науки. В этом учебном году в лицее будут обучаться 594 человека. Перед всеми присутствующими директор лицея имени Николая Лобачевского, Елена Скобельцина рассказала об успехах учеников за прошедший год. Стобальниками по ЕГЭ стали 7 выпускников. Также в этом году ученики лицея впервые заняли призовые места на чемпионате мира по профессиональному мастерству WorldSkills Junior в компетенциях фотографии и предпринимательства. Встречу выступил первый проректор Казанского федерального университета Рияс Минзарипов. Хочу от себя лично от имени Лиша Травка Чайкофро поздравить вас с праздником, с Днем Знаний, пожелать вам всего самого хорошего, успехов, достижений в новом учебном году. Для зрителей прошел праздничный концерт. Выступили коллективы «Лимонад» и «Талисман». Ученики отметили, что к учебе готовы и мечтают увидеться со своими лицеистами. Все лето я пытался настроить себя на позитивный год, чтобы хорошо сдать экзамены и готов выложиться на полный в этом году, чтобы исполнить свою мечту и поступить в хороший университет. Планирую в IT пойти на программиста и рассматриваю КФУ как один из университетов. День знаний для меня начала учебного года. То, что я узнаю что-то новое и буду учиться с прекрасными учителями и одноклассниками. Мне очень было интересно узнать свой коллектив, с кем я буду учиться в школе. Я изучала английский язык на каникулах. Напомним, что лицей имени Лобачевского КФУ вошел в топ-100 рейтинга лучших школы России в сфере информационных технологий, а также в топ-100 по конкурентоспособности выпускников по данным рейтингового агентства «РАЕКС». А 2 сентября линейка по случаю нового учебного года состоялась в IT-лицее Казанского федерального университета. Ко всем присутствующим обратился проректор по образовательной деятельности КФУ Дмитрий Таюрский. Вначале он поздравил всех от имени ректора КФУ Ильшата Гафурова, а затем отметил успехи лицея. В прошлом году IT-лицей вошел в число лучших 50 школ Российской Федерации. Я надеюсь, что в этом году лицеисты также себя хорошо зарекомендуют. В своей речи директор IT-лицей КФУ Тимир Булат Самирханов поблагодарил учителей, родителей, персонал и обратился к лицеистам. Спасибо большое, что вы есть. Наша работа – это на самом деле вы. И мы очень многому у вас учимся. Спасибо, с праздником, хорошей учебы. В этом году будут обучаться 339 лицеистов. Среди них 93 новых учеников, которые только в этом году перешли в IT-лицей КФУ. На учебу ребята настроены, хотят скорее сесть за партой и взяться за учебники. Конечно, я хочу уже сесть за парту. Для меня этот год станет последним и завершительным. Уже охота сдать экзамены и поступить в учебное заведение. И летом летом научиться все равно охотой. В течение года нам рассказывают про разные факультеты КФУ. И, возможно, я поступлю именно туда. Очень хочу я сдать ЕГЭ на очень высокий балл, чтобы поступить в университет какой-то хороший. И стать призером Всероссийской Олимпиады школьников по информатике. Я буду играть «Let it be» на линейке. Показывать, как я умею, как я за лето научился играть эту пьесу. Для учителей, родителей и лицеистов состоялся праздничный концерт, где с песнями и танцами выступили ученики. А потом для всех прозвенел первый звонок в новом учебном году. Торжественные линейки по случаю 1 сентября прошли также в Елабужском и Набережно-Челнинском институтах Казанского федерального университета. Во время линейки состоялся праздничный концерт силами студентов университета. А директор Елабужского института КФУ Елена Мирзон и директор Набережно-Челнинского института КФУ Махмуд Ганиев поприветствовали всех гостей и студентов напутствующими словами. Более подробно о празднике и Дне знаний мы расскажем вам в следующем выпуске. А мы продолжаем. О том, что еще нового и интересного произошло в Казанском федеральном университете, смотрите в нашем обзоре. В выставочном центре «Казанская ярмарка» при поддержке президента Республики Татарстан состоялась одно из крупнейших международных мероприятий нефтегазовой отрасли России – Татарстанский нефтегазохимический форум. В этом году мероприятие приурочено к 300-летию Горного и промышленного надзора России. Представители Казанского федерального университета также приняли участие в мероприятии, представив свои доклады. 29 августа состоялось первое заседание ученого совета Казанского университета в новом учебном году, прошедшее под председательством ректора Эльшата Гафурова. По традиции, в повестку дня заседания ученого совета были включены выборы заведующих кафедрами и конкурсный отбор на должности. Посредством открытого голосования были выбраны заведующие сразу восьми кафедр юридического факультета КФУ. Проведен конкурсный отбор на должности профессора-преподавателя общеуниверситетской кафедры физического воспитания и спорта. А также в блоке «Разные» ученым советом была утверждена необходимость создания в структуре институтов центров цифровизации и в составе вуза единого центра информатизации КФУ. В Казанском университете прошел третий симпозиум Ассоциации Страмбрикс по гравитации, астрофизике и космологии. Во время торжественной церемонии многие из выступавших говорили о том, как важно развивать сотрудничество с Страмбрикс в области космологии и гравитации. А также отмечали, что Казанский университет является одним из призванных центров в области астрономии, гравитации, астрофизики и космологии. С 9 по 15 сентября пройдет процесс заселения в общежитии Казанского федерального университета. Заселение будет проходить в жилые корпуса деревни-универсиады и в общежитии студенческого городка. 6 сентября планируется обход сотрудниками КФУ на предмет их готовности к заселению студентов. Об этом подробно рассказала директора департамента по молодежной политике социальным вопросам КФУ Юлия Виноградова. Студенты первого курса будут заселяться на основании тех представлений, которые будут подавать приемная комиссия. И все студенты, которые поставили галочку в графе, что нуждается в предоставлении койко-места в общежитии, они будут заселяться на основании этих документов. Заселение для студентов первого курса будет проходить на территории КСК КФУ УНИКС согласно графику заселения иногородних студентов в общежитии университета, который размещен на сайте. Студенты первого курса будут проходить здесь инструктаж по технике безопасности, электробезопасности, правилам внутреннего распорядка в общежитиях и на территории нашего университета, пожарной безопасности. Потом будет распределение осуществляться по комнатам, они будут приезжать уже и заселяться в деревню универсиада. Студенты со второго курса, согласно и старшей курсе, и магистра первого и второго года обучения, согласно проработанным протоколам КАБИСи, будут заселяться в те общежития, в которых их распределили. На этом у меня все. Смотрите нас в социальных сетях и не пропускайте свежие выпуски Универньюз. Еще увидимся. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok